Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, сможет ли вернуться на рынок позитив, исходя из новых стимулирующих мер, которые могут быть приняты на следующей неделе. Ну и в целом обсудим ситуацию на рынке и что разумно делать в текущей ситуации. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, начнем с того, что на этой неделе также продолжаются уже переговоры между республиканцами и демократами относительно нового пакета стимулирующих мер. И это крайне важно с точки зрения того, что растет число зараженных коронавирусом. Данные по числу новых заявок на пособие по безработице вновь показывают небольшой рост. Если мы посмотрим, то предыдущее значение было 866 тысяч, актуально, которое было опубликовано 24 сентября, это 870 тысяч. То есть опять же сейчас мы видим попытки восстановительного восходящего движения по росту как раз новых заявок на пособие по безработице. Что в первую очередь связано с возможными ограничительными мерами. И вот вся эта ситуация, она подталкивает, безусловно, уже правительство США делать определенные меры. Теперь давайте поговорим о том, что может произойти. Ну самое ключевое то, что данное соглашение по новым стимулирующим мерам, оно должно быть достигнуто на следующей неделе. И собственно это и вчера вылилось определенным позитивом на рынок. То есть сейчас мы видим, что уже фьючерс на индексы S&P 500 подрастает по сравнению с прошлой сессией. И на это же также реагируют и европейские индексы. Соответственно сейчас речь идет о стимулирующих мерах на сумму 2,2 триллиона. Соответственно вся динамика, которая сейчас на рынке происходит с точки зрения коронавируса, с точки зрения безработицы, она толкает уже непосредственно правительство на то, чтобы все-таки этот пакет стимулирующих мер был принят. И мы увидели дальнейшее стимулирование экономики. Ну и соответственно это уже возвращает вновь интерес к рисковым активам, именно к акциям, что в свою очередь ведет к росту фондовых индексов. Собственно это, пожалуй, ключевая идея, которая сейчас для рынка важна, которую рынок ждет. Потому что падение у нас идет довольно-таки сильное, особенно перед выборами. На следующей неделе начинается уже сезон дебатов в США. Первые пройдут 29 сентября, Байден и Трамп встретятся первый раз на официальных дебатах. Ну и собственно с этого все начнется. Ну и выборы пройдут 3 ноября. Особенно сейчас довольно-таки большая интрига, потому что Байден набирает пока по предварительному опросу наибольшее количество голосов. Но давайте посмотрим, как на это реагируют рынки и что сейчас в целом происходит. По евро мы смогли закрепиться ниже ключевого уровня, о котором мы говорили ранее. Это отметка 1.1682. Конечно это не исключает то, что мы можем вернуться обратно в этот диапазон. Поэтому я со своей стороны также для себя рассмотрю возможности покупок по данному инструменту. Сейчас мы торгуемся достаточно близко к локали максимуму. То есть мы видим определенную остановку. И сейчас, если цена сможет закрепиться сегодня выше максимальные значения, которые были сформированы как раз вчера, в четверг. То здесь я для себя рассмотрю вход на покупку со стоп-лоссом как раз за минимум, который был сформирован вчера. Вполне вероятно, что отсюда может произойти лишь коррекция. Мы увидим еще одну волну снижения. Вполне вероятно, что 1.14 мы сможем показать. Но в целом попытки как раз... То здесь рынок может расти больше как раз вот на этих стимулирующих мерах. И то, что это будет определенным позитивом для всех валют, кроме американского доллара. Американский доллар здесь ожидаемо будет снижаться. Поэтому сейчас вот мы можем видеть как раз завершение, ну предпосылки к завершению вот той коррекции, которая у нас длится с начала сентября. И первые признаки уже могут начать поступать сегодня. С точки зрения опять же технической картины. С точки зрения фундаментальной они уже поступили. Но вот сейчас рынок будет это отыгрывать. И финальное решение должно быть принято до 30 сентября. То есть уже факт мы увидим на следующей неделе. По британской валюте. Сейчас мы видим также вновь остановку вблизи области минимальных значений на 1.27. Собственно с точки зрения часового таймфрейма сейчас на 10-часовой свече на момент записи данного видео. Мы пытаемся закрепиться выше максимальных значений, которые были сформированы в четверг и в среду. И если британской валюте также это удастся, то есть закрепление выше уровня 1.27.80, то здесь я тоже рассмотрю для себя возможность входа. Ну сейчас подобная ситуация развивается практически на всех инструментах. Здесь важно распределить. Потому что в каких-то моментах можно получить, ну по каким-то валютным парам можно получить хороший вход, по каким-то будет менее интересен. И здесь я для себя тоже попробую диверсифицировать как раз между различными инструментами. Поставлю отложенные ордера по нескольким. И в зависимости от тех, где уже будет более затяжная коррекция как раз после обновления локального максимума, то в этих инструментах как раз и будет наибольший интерес для входа. Но сейчас вот британская валюта здесь выглядит довольно-таки интересно. Но пока сигнал еще не произошел. Вполне вероятно, что это может быть и ложный пробой. Если цена в течение ближайшей 30 минут уйдет обратно, то скорее всего можем видеть еще одно нисходящее движение. Но если будет полноценное закрепление, то есть это по крайней мере одна часовая свеча закроется выше данной зеленой линии, то уже можно готовиться к покупке. Ну по крайней мере я это буду делать. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь также мы подошли к области сопротивления. Довольно-таки далеко мы выросли. Соответственно с текущих уровней мы также можем видеть продолжение нисходящего движения. Соответственно для этого нам нужно увидеть закрепление ниже минимальной значения четверга. Данная красная линия. Опять же сценарий точно такой же. Если это произойдет, то я также для себя буду здесь рассматривать продажи. По паре американский доллар и японская коррекция была не такой сильной. Но собственно здесь данная пара реагировала наверное меньше. То есть если доллар рос по всем фронтам, по всем валютным парам в течение всего сентября, то в данной валютной паре мы видим, что доллар снижался до середины сентября. И фактически последнюю неделю мы видели рост. Соответственно здесь также есть интерес на вход на продажу. Возможно чуть менее интересен, чем по другим инструментам. Но тем не менее данную валютную пару я тоже для себя рассматриваю. В данном случае буду рассматривать возможности продаж. Если цена также сможет закрепиться ниже минимальной значения четверга. Соответственно продажи здесь будут со стопом за максимум четверга. То есть вот по такому сценарию я буду действовать. Австралиец также довольно-таки неплохо скорректировался. Вышел в зону перепроданности. Соответственно с текущих уровней тоже можем неплохо начать расти. Сейчас уже есть попытки как раз закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели вчера. Соответственно если удастся закрепиться, то также буду рассматривать вход на покупки по данному инструменту. Та же самая картина с новозеландцем. С новозеландцем чуть раньше начал отыгрывать данное движение. То есть мы видим, что уже данная свеча полностью сформирована. Пока за данным уровнем. То есть если она собственно сможет удержаться, то после этого уже можно будет, я буду для себя рассматривать как раз вход по направлению роста по данному инструменту. А золото. Еще один актив, который довольно-таки сильно упал. Мы упали в область, сейчас торгуемся по 1873. Максимум я напомню было зафиксировано в области 2060 долларов за тростку унцию. Поэтому с текущих уровней тоже очень интересно подобрать золото. Но опять же нужно локальное подтверждение. Если золото сегодня уходит выше максимума, которые были сформированы вчера, то это будет первый признак того, что мы делаем первые попытки начала восходящего движения. Соответственно, если удастся получить хорошую цену для входа, опять же сохранив соотношение лист к прибыли, то по золоту тоже я для себя позиции рассмотрю. Индекс DAX и индекс S&P 500. Здесь я уже пробовал открывать несколько позиций на этой неделе и по DAX и по S&P 500. Первая позиция, которую я открывал 23 сентября по DAX, она сработала по стоп-лоссу. Мы чуть ниже ушли того уровня, где у меня стоял стоп-лосс. Поэтому из этой сделки я был выбит. Поэтому по DAX пока нахожусь вне позиции. Но тем не менее, основной сценарий здесь сохранился точно так же. Поэтому если по DAX мы также увидим закрепление выше максимальной значения четверга, то еще одну попытку входа здесь я тоже для себя рассмотрю. Но скорее всего буду брать чуть меньшим объемом. Та же самая картина по S&P 500. Мы находимся в неплохих уровнях для того, чтобы как раз начать покупать. Общая коррекция от максимума сейчас у нас составила порядка 10%. То есть 10,5%. Вполне резонная коррекция, которая могла быть, которую мы ожидали. Может она быть еще и более глубокой. Поэтому к этому обязательно нужно быть готовым. И всегда использовать стоп-лоссы. Это крайне важно. Но тем не менее, если произойдет как раз смена формации, если мы сможем еще раз закрепиться выше, то есть обновить локальные максимумы, что мы делали как раз в начале этой недели. Напомню, что здесь я тоже открывал сделку на покупку, но цена тоже несколько ушла ниже моего стоп-лосса. И сделка была закрыта тоже по стоп-лоссу, по текущей ситуации. Соответственно здесь я буду ожидать обновления локального максимума. Буду также пробовать заходить на покупки. Опять же, если это будет все работать в синергии, если доллар покажет рост, покажет формацию, если индексы покажут формацию, то это будет максимально более надежный сигнал, чем это было, например, в начале недели. Потому что валюта, ну, американский доллар также продолжал расти. Ну и нефть марки Brent. Здесь мы видим с тех минимумов, которые были сформированы в начале, в середине сентября. То есть уровень 39, 39,50 по CFD на нефть марки Brent. Сейчас мы видим все-таки вновь возврат уже непосредственно к росту. Сейчас торгуемся уже по 42. И с точки зрения часового таймфрейма, часовой формации, мы можем говорить о восстановительном движении. Область поддержки ближайшая у нас находится на 41,17. Поэтому если и входить в рост, то убирать защитный стоп как раз за последний миню, который был 21 сентября. То есть именно там находится ближайшая область поддержки, ниже которой пока не дают нефти опуститься. Но это по нефтемарке Brent. Как я и говорил, сентябрь может быть довольно-таки интересный, довольно-таки волатильный. Но мы в свою очередь продолжаем искать возможности для того, чтобы присоединиться к текущему движению и как раз найти интересные моменты и об этом вам рассказать. Если вам нравится видео, не забудьте поставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые мы добавляем. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных. Мы с вами увидимся в понедельник и посмотрим, как как раз завершилась пятница и что нас может ожидать нового на новой неделе. Всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман, компания Нуромаркетс. Увидимся на следующей неделе.